Друзья, кого на межгороде больше всего не любят? Водители легковых машин, инспекторы ГИБДД, строители дорог и прочие. Конечно же, номер один, кого не любят, это водители фур, всевозможных грузовых машин. А их тут разновидностей хватает. В последние годы добавились еще мусоровозы, поскольку мусорная реформа во многих регионах предполагает перемещение мусора на десятки километров на какой-то полигон. В итоге трассы превращаются в словонное направление, в котором на километры вокруг все воняет кислым бытовым мусором. Но все-таки ключевая проблема трасс во всех регионах, на всей протяженности страны, это фуры. И нет простого решения, что делать с этой проблемой. В чем, собственно, проблема? Водители легковых автомобилей сразу скажут, что скорость фур в среднем 80-90 км в час. Редко, когда быстрее. Особенно бесит, когда скорость 80 или 70, когда, ну хотя бы согласно ограничению скоростного режима, вы едете 90. Ну вот тяжелая фура, груженная, она не может ехать быстрее. Ничего ты с этим не поделаешь. Вот вы видите, пошла фура на обгон, а до этого она находилась, как говорится, мордой в жопу следующей фуры. Так что даже не было возможности туда заехать легковому транспорту. А обогнать сразу две фуры, уж не говоря про то, чтобы обогнать три фуры на дороге, где две полосы. Ну, это нужно обладать очень быстрым автомобилем. Как правило, водители фур соблюдают определенный водительский такт и не прижимаются друг к другу. Но хватает и, можно сказать, дебилов, которые едут прям нос к носу или нос к жопе, и их обогнать невозможно. Откуда на трассах столько много фур? Они составляют процентов 70 всего транспорта, по моим личным ощущениям. А, собственно, когда вы слышите, как хвастаются производители каких-то продуктов, питания, о расширении географии, так сказать, проекта, о том, что был, предположим, один регион, а стала 2, 3, 10 или вся страна. А вы думаете, каким образом этот продукт, йогурт, молоко, сгущенка, сыр, да что угодно, хоть шампуни, доставляются в новые регионы присутствия? Они доставляются тем путем, который наиболее доступен и выгоден. На данный момент в России, очевидно, самый выгодный путь, это фуры. Загрузили тонны продукции в эту фуру и все, и поехала она на тысячи километров. А как обстоит в целом ситуация? Ведь это же вопрос, можно сказать, продовольственной безопасности. Ну, скажем, в Томске производят курятину, и вот они ее отправляют в Красноярский край, Новосибирскую область, Кемеровскую и так далее. То есть они кормят другие регионы. И все регионы, таким образом, друг друга, ну, кормят, кто-то поет, отправляя пиво. Своего-то нет, видимо, на местах. Вопрос продовольственной безопасности, транспортного сообщения. На чем можно возить грузы, продовольствие? Вариантов не так много. Сухопутные варианты это автомобильная дорога, это железная дорога, затем авиационное сообщение, самолеты. И по воде в России активно используются все эти способы перевозки. Но авиационный, как самый дорогой, естественно, реже всего. Для того, чтобы на трассах было меньше фур или совсем их не было, нужно, чтобы основной конкурент автомобильному, грузовому сообщению, транспортировке, а это железнодорожный транспорт, стал заметно выгоднее, чем фуры. Если вам нужно отправить груз, не знаю, 10 тонн, 12 тонн, 20 тонн, 100 тонн, и у вас есть вариант отправить это за миллион, или отправить это за 100 тысяч, какой будет ваш выбор? Ну, конечно же, вы выберете за 100 тысяч. И вот сегодня, собственно, за 100 тысяч и везут. А если бы ШД-дорога обеспечивала необходимое количество вагонов, составов грузовых, поездов, если бы она предлагала выгодную цену, то естественным образом тем, кому нужно отправлять грузы, этих заказчиков было бы меньше. Они бы постепенно перестали обращаться к владельцам фур, транспортных компаний. И постепенно, да что там постепенно, если разница в цене была бы значительной, то к услугам фур уже мало бы кто обращался. Никто же не враг своему кошельку. Но, поскольку железная дорога это своя монополия, своя империя внутри России, со своими правилами, со своими законами, со своим ценообразованием. Железная дорога, которая постоянно ноет, в том числе и о том, что она перегружена, что их веток не хватает для того, чтобы обеспечивать как пассажирское, так и грузовое сообщение, что нужно строить новые транспортные пути, а этим особо никто не занимается. От того и проблемы на дорогах. Соответственно, требуется, на мой взгляд, активно развивать железнодорожное строительство, строить новые ветки и пускать по ним грузы. И тогда дороги междугородние будут более свободными. И не забывайте про то, друзья, что именно от тяжелых фур сильнее всего страдает асфальт. В теплое особенно время года, а также весеннее время года. Очень много участков дорог, которые повреждены тяжелым транспортом. Прямо идет гармошкой. Или вдавленная колея. Все это очевидно. Многие эти вопросы понимают. Десятилетиями ломают голову. Но кроме определенных ограничительных финансовых мер, на которых зарабатывают отдельные олигархи, ничего в России не делается. А фур, такое ощущение, становится только больше. Что вы думаете о том, как можно решить эту проблему? Напишите свой комментарий, друзья.